Ракетки, валанчик и, конечно же, внимание. Правильно играть и выигрывать этому учат воспитанников спортшколы Одинцова. Здесь к каждой возрастной группе индивидуальный подход. Занятия проходят ежедневно. Бывает, сейчас в этом лагере по две тревоги в день. Тренируют детей в возрасте от 11 примерно и так далее. Потому что есть взрослые ребята, которым уже и 19-20 лет. Они остаются все равно в системе сборных команд России до 21 года и тренируются здесь также. Так вот, средний возраст где-то 14 лет. Прежде чем попасть в основной состав воспитанников секции спортшколы по бадминтону, необходимо начать обучение в начальных группах, где с ребятами занимаются 6 лет. Если малыши показывают результат на тренировках, то переходят в группу повышенной квалификации. В этом году спортсмены уже успели выступить на всероссийских соревнованиях. Все турниры в Казани мы играли, в Саратове мы играли. Мы занимали, и везде занимали первые, вторые места в каких-то разных разрядах. Например, где-то мы выигрывали, ну, кто-то выиграл одиночку, кто-то выиграл пару. У нас личный вид спорта, поэтому как бы не все, конечно, но на одном турнире одни себя очень хорошо проявляли. Но мы всегда с медалью и всегда с золотыми медалью из какого-то турнира мы приезжали. Арина в 2017 году поехала на сборы по бадминтону вместе с братом и сестрой. После чего начала тренироваться и сама. С тех пор юная спортсменка участвовала в различных соревнованиях. На данный момент готовится к первенству Московской области, чтобы и там показать высокий результат. В конце марта в Казани крылатый Зеланд я завоевала два серебра и бронзу. Потом еще проходили в Саратове в феврале. Хрустальный балан я завоевала там тоже два серебра. Скоро у ребят начнется новый спортивный сбор. Но перед ним они наберутся сил и отдохнут. В этом году юным спортсменам еще предстоит выступить на первенстве России до 15 лет, который пройдет в Санкт-Петербурге в октябре.